Ученик 21 лицея Федор Халлезов проводит небольшой химический опыт. Это разделение смеси речного песка и поваренной соли. Последнюю невооруженным глазом можно рассмотреть только после выпаривания. Но фокус-то не в этом, а в том, что Федор учится в седьмом классе, а химию начинают изучать только с восьмого. Он самостоятельно штудирует предметы, консультируется с учителем химии Верой Лапшиной. Как итог, семиклассник стал победителем городской олимпиады по химии среди восьмиклассников. Я считаю, что Федору именно данная способность, его умение логически мыслить во многом помогает при решении химических задач. Иногда он, не зная даже химических формул, решает задачи, основываясь на математической логике, за что нужно сказать огромное спасибо учителям математики, которые его готовят. Школа – 3-4 часа на домашние задания плюс дополнительные занятия в Центре развития детской одаренности. Конечно, можно быть прирожденным математиком, но если не каждодневная работа над собой, то и высоких результатов ждать не стоит. Федор на саморазвитии не жалеет ни выходных, ни каникул. Я люблю читать различные художественные произведения, но иногда читаю. Летом я составляю себе расписание и каждый день я читаю ту или иную книжку по физике, химии, истории или еще по какому-то препятствию. К слову, на Олимпиаде по физике этот семиклассник тоже стал лучшим в городе. Ученик очень хороший, мечта любого учителя. У него нестандартный вообще подход к решению задач, сразу обнаружился. И, ну и кроме того, блестящие, конечно, математические способности. В четверг призеры городских Олимпиад получили премию, даренную молодежи. Неоднократных победителей предметных Олимпиад поздравил председатель Дум Александр Кузьмичев среди лауреатов и Федор Хализов. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.